Всем добрый день! Сегодня решила показать хитрости на своей кухне. Может быть кто-то так не делает, но очень удобно. Мою морковку, чищу ее и нарезаю на терке. Тру на терке. Потом эту морковку убираю в чистый пакетик и в морозилочку. Когда нужно срочно что-то приготовить, даже тот же супчик, то ее уже не стоять, не мыть, не чистить. Но точно так же делаю и со свеклой. Сама узнала это года два, может быть как. Очень удобно, когда готовое, уже лежит в морозилочке. Достал, положил в сковородочку и пожарил, допустим, потушил. Это у меня овощи привезли мы из деревни. Сейчас все помыла и уберу в холодильник, чтобы все чистенькое лежало. Сегодня для себя я приготовила тыкву. Отварила. Очень люблю тыкву. Тыква с сахаром. Или можно с кашей еще с какой-нибудь. Либо с просиной. Желтая, которая просина. Я чнилая. Не знаю вообще. Вот с желтой кашей. Мама у меня все делает. Или пробовала еще с манкой. Ребятишкам варила из манную кашу и добавляла туда. Тоже нормально получается. Здесь у меня грибочки. Дожариваются уже. Можно выключить. Грибочки тоже у меня из морозилки. С лета заготавливаю где-то. У меня есть видеоролики, как я их готовила. Нарезала, убирала в пакетики. И вот теперь, пожалуйста, свежие продукты. И не нужно покупать в магазине. Неизвестно, какие там. Ну, в общем, свое уже знаю, что точно из леса. Без всяких химикатов выращены. Поэтому нравится нам. У меня старшая дочка любит грибочки с картошкой. И вот поджарена здесь картошка. Картошка, кстати, вот хитрости. Вот, посмотрите, она такая подзажаристая. Хитрости от приготовления картошки я переняла у тети. Сначала жарим картошку в открытом виде. И потом уже, когда вот она где-то в полуготовности, мы закрываем крышкой и держим, что уже из нее сок не выделяется. И она внизу как бы подзажаривается. И пропаренная уже получается, и подзажаристая. Вот такие хитрости мои. Может быть, кому-то понравится. Может, кто-то еще что-то делает. Какие-то вот такие заготовочки. Можете написать мне в комментариях. Буду очень рада. И еще в стране мам тоже вот я закидывала ролик, как грибы готовлю. И укроп еще, кстати, я тоже вот в морозилке держу. Тоже очень удобно его доставать. И в готовое блюдо сейчас вот в картошку положу. И мне еще написали, что огурчики можно так делать. Хотя я огурчики не делала. Но мне кажется, вот где-то у меня в морозилке лежит. Надо будет попробовать, что зимой готовят окрошку. Вот не из тех огурцов, какие сейчас продаются. Я сейчас вообще не воспринимаю ни помидоры, ни огурцы. На ней непонятно, что купишь. То ли картошка, то ли не картошка. Но на помидоры с огурцами никак уж точно не похоже. Тем более дня два порой бывает пролежит в холодильнике. И там непонятно, что вообще от них остается. Какими-то тут покупала огурчик. И что из него, что с ним происходит, я вообще не понимаю. Не как обычный огурчик, а как-то вообще как весь не трухнет. Не знаю даже как назвать. Ну в общем, вот так вот. Такие мои хитрости маленькие. Пишите свои. Или кидайте ссылочки. Буду очень рада посмотреть. Спасибо всем за внимание. До свидания.